28 июля мы православно празднуем день памяти равноапостольного князя владимира крестителя руси пожалуй ни в одном правителе россии не произошли такие разительные перемены как в князя после его обращения православия о жизни до своего обращения ко христу сам князь говорил так господи был я как зверь жил по-скотски но ты укоротил меня слава тебе боже в язычестве изменой завладел киевом приказал убить своего старшего брата ирополка а его невесту полотскую княжну рогнеду изнасиловал прямо на глазах у ее связанных родителей кроме пяти жен молодого киевского князя в разных местах было еще около 800 наложниц он любил воевать и после удачных походов совершал человеческое жертвоприношение перед идолами перуна святых мучеников феодора его сына младенца и она 983 году воины князя убили за то что отец отказался отдать своего ребенка жертву перуну спустя всего пять лет жизнь кровожадного жестокого правителя каким был тогда князь владимир изменилась до неузнаваемости он совершенно прекратил военные походы на соседей только дикие печенеги своими набегами вынуждали его применять силу соединившись христианским браком с царевной анной всех своих прежних жены наложниц он отпустил с миром жестокие мстительные в язычестве став христианином князь владимир полностью отменил всем княжестве смертную казнь лишь по просьбе греческих епископов обеспокоенных разгулом преступности на киевской земле князь с большой неохотой снова ввел наказание смертью на княжеский двор был открыт доступ всем нуждающимся и бедным князь щедро раздавал людям еду одежду и деньги он выкупал из кабалы должников невольником и пленным возвращал свободу видя что больные нищие не в силах приходить к нему за помощью приказал развозить по улицам киева мясо рыбу хлеб овощи квас и мед раньше народ его боялся и ненавидел сейчас любовью называл красное солнышко если бы князь владимир по обращению в христианство продолжал нечестивый образ жизни и прислушивался бы не голосу совести не к послам которые нашли для него бесценный бисер христов а к своему окружению своим страстям жизнь веренную ему богом земли никогда бы не изменилась киевская русь никогда бы не крестилась не положил на начало сильного просвещенного государства вобравшего в себя ноги национальности и культуры объединив православной верой в единый народ на территории современной россии а все началось с одного человека князя владимира который положил своем сердце горячее желание жить по вере христовой поэтому мы чтим его память и молимся ему за нашу землю такие дела